В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. Госдума приняла закон о повышении акцизов на бензин. Что делать рязанцам, если в аптеке продали подделку, и губернатор Олег Ковалев посетил школу-интернат? Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении и в целом закон о повышении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Нововведение может вступить в силу уже с 1 апреля этого года. Правительственный законопроект об этом был внесен в Нижнюю палату парламента в феврале. В нем предлагалось увеличить ставку на автомобильный бензин на 2 рубля в расчете на литр бензина, на дизельное топливо на 1 рубль за тот же объем. Сколько будет стоить бензин в 2016 году в России? Этот вопрос беспокоит сегодня без преувеличения всех. Ведь с одной стороны, такое увеличение стоимости акцизов и налоговых сборов позволит существенно пополнить бюджет страны, которая сегодня переживает очень серьезные перегрузки. С другой, резкое повышение стоимости топлива неминуемо станет причиной социальной напряженности и стресса простого населения, которое и так теряет свои доходы довольно стремительно. Те, кто занимается реализацией энергоресурсов, они себя никогда не будут обделять. Соответственно, если повышаются акцизы, то это ложится на плечи, опять же, тех людей, кто будет пользоваться автозаправочными станциями. Мы уже много лет тому назад предлагали включить стоимость налогов на транспорт в акциз топлива. Тогда все опасались, что если это произойдет, то произойдет повышение стоимости на бензин. Сегодня в итоге у нас и бензин подорожает в связи с принятием закона повышения акцизных сборов с топлива. У нас остается налог на транспорт, у нас еще дополнительно вводятся и сборы по системе Платон с наших дальнобойщиков. Все это является следствием неграмотной экономической политики, которую проводит экономический блок правительства Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что от стоимости топлива зависят цены и на многие другие виды товаров. Какой рост цен на бензин ожидается в этом году в России? Эксперты утверждают – около 2-3 рублей за литр. Чтобы рост топлива не был критическим, правительству необходимо снижать цену акцизов на продукты, получающихся в результате переработки нефтепродуктов. Однако такая мера чревата тем, что госбюджет недополучит несколько миллиардов рублей. А это в нынешней ситуации достаточно сложное решение, когда на счету каждая копейка. Сегодня у нас единственная нефтяная компания «Роснефть» на 75% принадлежит государству и та выставлена на приватизацию. Это еще один не очень длинновитный способ правительства Российской Федерации – пополнить казну. В последующем Улюкаев заявлял о том, что возможно рассмотреть вопрос о приватизации «Газпрома». Вот две крупнейшие национальные компании, которые занимаются продажей и добычей газа и нефти, стоят на пороге того, что они могут попасть в частные коммерческие руки, в том числе и зарубежных компаний. Государство уже утеряет какой-либо рычаг для того, чтобы регулировать цены на энергоресурсы. Нефтяные компании сейчас пытаются выжить из сложившейся ситуации максимум. Монополизированная сфера позволяет делать это без каких-либо препятствий. Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования Рязанской области, которое традиционно проходит в конце февраля. В заседании приняли участие представители исполнительной власти, начальники муниципальных органов управления образования, а также губернатор области Олег Ковалев. Подробнее в сюжете Марина Комиссаровой. Расширенное заседание Министерства образования Рязанской области – традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов и принятию управленческих решений в сфере образования. В заседании коллегии, которое состоялось в школе-интернате номер 26, принял участие губернатор Рязанской области. Для Олега Ковалева провели экскурсию по образовательному учреждению, где обучаются 20 незрячих детей и 92 слабовидящих ребенка. Глава региона осмотрел учебные классы, кабинет коррекции зрения, информационный кабинет, где установлены компьютеры с лупами, медицинский блок, детские спальни и игровую комнату, историко-этнографический школьный музей и ярмарку-выставку детских работ. Уважаемые участники сегодняшней коллегии, сегодня предстоит подвести итоги развития сферы образования в 2016-2015 году и определить основные задачи на текущий год. В целях повышения качества и доступности образования в регионе в течение ряда лет мы последовательно укрепляем материально-техническую базу образовательных учреждений региона. Благодаря этой работе в прошлом году за счет строительства новых детских садов и перепрофилирования групп мы полностью обеспечили местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сегодня этой проблемы не существует, даже более того, сейчас даже принимаются решения о перепрофилировании части старшей группы, младшей группы для того, чтобы обеспечить детям. То есть уже это сверхпотребность. Кроме того, губернатор подчеркнул, что основными результатами отчетного года стали строительство школ на 600 мест в Кадаме и на 800 мест в Ряжске. Начало строительства школ в поселке Октябрьский Пронского района и селе Ильинка Скопинского района. В минувшем году обеспечили доступность дошкольного образования для детей трех и старше лет в рамках проекта модернизации региональных систем дошкольного образования. А пятая гимназия и 72-я школа вошли в перечень 500 лучших образовательных организаций России. На церемонии открытия заседания почетными знаками и грамотами губернатора области наградили работников образования, педагогов и воспитателей. В работе коллегии приняли участие представители исполнительной власти Рязанской области, начальники муниципальных органов управления образованием, педагогическая общественность. Конец минувшего года ознаменовался крупным скандалом на фармацевтическом рынке России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ввоза и продажи на территории страны некачественных БАДов. Причем речь шла о пищевых добавках для мужчин. Примечательно, что биологически активные добавки и витамины в России пользуются популярностью. Согласно данным опросов, их принимают 45% россиян. Как не попасть на фальшивые и некачественные лекарства, разбиралась Анна Герцовская. В результате проверки 7000 аптек, которая недавно состоялась по всей России, в 80% случаев надзорными органами были найдены те или иные фальсификаты. Получается, что и рязанские граждане оказываются совершенно не застрахованы от приобретения некачественных лекарств. Можно столкнуться с разными проблемами. Например, в упаковке лекарственного препарата содержится меньше таблеток, чем заявлено в его описании. Или приобретенный препарат просто-напросто не лечит, не дает никакого эффекта. Что это? Физиологическая особенность организма или противопоказание или фальсификат? Как разобраться? За ответом мы отправились в общество защиты прав потребителей. В Рязани, к сожалению, мы не можем провести экспресс-анализ этих препаратов. И человек, который сталкивается с подобной проблемой, почему у него нет должного лечения? Не работает данное вещество. Нет этого вещества. Или переизбыток другого какого-то вещества. Проверить он фактически не может. В Рязани нет экспресс-лабораторий, которые могли бы проверить качество лекарственного препарата или установить содержащиеся в нем вещества. А заниматься вопросом некачественной продукции, не имея экспертной базы, становится проблематично. За этим рязанцам придется обращаться в другой город, например, в Москву. Получается, что горожане практически беззащитны и порой не могут или не находят времени предъявить требования. Вот как они сами объясняют, почему лекарственные препараты порой им не помогают или еще что хуже вредят. Некоторые препараты мне казалось, что не очень хорошо работают. Но это бывает не из-за того, что лекарство там некачественное, а из-за того, может, не помогает, не подобранный для нашего заболевания. Возможно, такое. Вот я коснулась, вот сейчас схожу с дочерью. Мы очень много препаратов перепробовали, разные, но нам ничего не помогает. Мы не знаем, что делать. Вот сейчас еще выпустили от аллергии. Она пила от аллергии, ей хуже. Просто из-за того, что привыкание организма, когда приходит, приходится менять какое-то лекарство. Вы считаете, что это от привыкания организма, да? Да, я считаю, что это длительное применение. В течение пяти лет, допустим, одно и то же лекарство уже приходится что-то менять. В любом случае, рязанцы могут добиться правды. Ведь конфликт возникает тогда, когда человек не владеет информацией о тех правах, которые у него есть. Гражданину, столкнувшемуся с некачественной продукцией, нужно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы там его смогли соориентировать по дальнейшим действиям. Все проблемы решаемы, если за них взяться всерьез. Тем более, есть те, которые могут решиться практически сразу. В другом случае, когда медицинское учреждение, в которое вы обращаетесь, по факту, ну, предположим, какой-то аллергии, дает заключение, что именно на фоне употребления данного лекарства у вас возникла аллергическая реакция, а которая не указана в аннотации на сам препарат. Вот здесь можно предъявить требования изготовителю, либо аптеке. Исходя из всех случаев, которые в последнее время происходят в мире лекарственных средств, рязанцам следует обращать особое внимание на состав лекарств. Как выяснилось, люди не сильно придают этому значение. Они считают, что раз доктор прописал, то нужно принимать препарат не глядя. Но тот же скандал с биологическими добавками для мужчин начался именно с того, что лекарства содержали то вещество, которое по закону было запрещено. Однако оно все же было указано в описании препарата. Так что проблему можно вовремя заметить и предотвратить нежелательные последствия. К регулярным рейдам сотрудников автоинспекции присоединились и другие силовые ведомства. Совместную работу с ГИБДД введут представители регионального наркоконтроля. И такой совместный труд уже приносит определенные результаты. Недавняя проверка водителей маршрутных такси стала хорошим тому подтверждением. Вообще водители маршруток являются объектом особого внимания для сотрудников автоинспекции. Сфера пассажирских перевозок как-никак. Автополицейские провели совместную речь с представителями региональной ФСКН по проверке перевозчиков на состояние наркотического опьянения. О результатах этой работы сотрудники ведомств рассказали рязанским журналистам на пресс-конференции. Всего в ходе мероприятия было проверено более 200 водителей. И несмотря на то, что организация маршрутных перевозок является одним из контролируемых, самых контролируемых видов перевозок у четырех водителей, экспресс-анализ показал отклонение от нормы. Водители маршрутных такси, состояние которых вызвало подозрения у проверяющих, были направлены на освидетельствование в областной клинический наркодиспансер. Там, благодаря специализированному оборудованию, их протестировали повторно и проверили более тщательно. Подозрения в результате предварительного исследования, это было у двух водителей на употребление марихуаны, у одного водителя на употребление бензодиазепинов, это, ну, для проще хочу сказать, что это фенобарбитал, и у одного водителя на употребление амитрептилина, это группа антидепрессантов. В ходе исследования, это уже на аппарате, который более подробно разлагает на все химические вещества, которые содержатся в организме. В результате у всех четверых был отрицательный результат. По материалам, полученным из УГИБДД в прошлом году, сотрудниками наркоконтроля составлены 24 административных протокола за употребление наркотиков без назначения врача. Все они направлены в суды, и лица получили наказание. Это штрафы 4-5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Стоит отметить, что проверка водителей производилась на конечных остановках, чтобы не препятствовать транспортировке пассажиров. При этом пронырливые перевозчики, прознав о проверке их брата, быстро сообразили и ринулись в обход точки рейда. Сотрудники автоинспекции, заподозрив в плутовстве подопечных, встретили их неожиданно там, где людей в форме не ожидали. Вот таким непростым выдался денек для рязанских силовиков. Подобные совместные рейды будут продолжаться и дальше. Картина «Майор» режиссера Юрия Быкова показывалась на кинофестивале в Каннах, а также в Сочинском кинотавре еще в 2013 году. Фильм об офицере полиции, насмерть сбившем ребенка и превратившего тем самым в собственную жизнь и жизни людей, вовлеченных в инцидент, в полный кошмар, вызвало острую дискуссию в обществе. На канале «Городской» сегодня в 23 часа состоится показ фильма «Майор». В преддверии показа нам удалось связаться с режиссером фильма, уроженцем Рязанской земли Юрием Быковым. Поступиться честью и достоинством или поставить под угрозу благополучие собственной семьи? Именно такой вопрос встает перед главным героем картины Юрия Быкова «Майор». Картина завоевала три награды на международном кинофестивале в Шанхае за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за художественные достижения. Я думаю, что я хотел показать систему взаимосвязи. Скажем так, мы все люди разные, отношения разные, характеры разные. И когда возникает форс-мажорная ситуация, каждый реагирует на нее в силу своей собственной совести, воспитания своего разума, своей степени человечности. Поэтому фильм, наверное, о том, как все устроено, по крайней мере, в том месте, где я родился. Разбуженный ранним звонком майор полиции Сергей Соболев мчится в роддом к лежащей на сохранении жене. На скользкой зимней дороге он насмерть сбивает семилетнего мальчика на глазах у несчастной матери. Майор понимает, что виноват, но велик соблазн оправдаться, используя служебное положение и связи. Сам того не желая, он запускает целую череду смертей. Чтобы ее остановить, Соболеву придется пойти против воспитавшей его системы. Сценаристу и режиссеру майора Юрию Быкову удалось проникнуть в закономерность того, что на поверхностный взгляд могло показаться произвольным сцеплением случайных обстоятельств. И напоследок. Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Отпенышев проведет выездной прием граждан в Рязанской области по вопросам компетенции межрегиональной транспортной прокуратуры. На мероприятии запланирована встреча с предпринимателями области, деятельность которых связана с работой транспортных предприятий. Встреча состоится в 12 часов 29 февраля по адресу город Рязань улица Вокзальная, дом 34А. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Обращаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Виво». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok